Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередной влог. Сегодня я не хотела снимать влог, подумала, что поснимаем лучше для Инстаграма как можно больше истории. Потом я подумала, почему бы нет, почему, почему не разрешить себе снимать влог, когда так хочется. Я собираюсь сейчас пойти к стоматологу и сделать профессиональную чистку зубов. Надеюсь, что эту процедуру он мне сделает нормальной, я останусь довольна, вас возьму с собой. Еще я собираюсь на шоппинг, хочу кое-что себе купить из одежды, надеюсь, что что-то мне понравится. В общем, для начала нужно собрать постель, потому что я только встала. Вот, такие вот дела. Так приятно спать в новой постельке, это нечто, я прям кайфанула и даже думаю, может еще один комплект купить. Потому что стоило очень дешево, и даже если это постельное белье будет не очень долговечным, все равно не жалко. Всего 880 рублей, 20 манат. Мне кажется, для постельного белья такого качества, очень приятное, супер. Вот, вы, наверное, в закупке продуктов уже видели. Все, я уже у стоматолога. Вот так вот здесь все расположено. Сейчас мы будем делать отбеливание, не отбеливание, а гигиену полости рта. Вот так вот зубы выглядят до... Как вы видите, не очень. То есть мне не нравится именно эта желтизна и то, что между зубами, между щелями есть какая-то грязь, так скажем. Сейчас мы попробуем это все устранить. Если мне понравится все, я вам оставлю внизу ссылочку, вы тоже можете перейти и прийти на эту процедуру. Так, все, я расположилась, мне здесь вот так вот постелили. Сейчас будем делать процедуру. Что вы скажете, доктор, насчет моих зубов? Сейчас все будет отлично. Да, если доктор сказал, что будет отлично, значит будет. Сейчас процедуру я вам буду показывать, что как мне делают. И в конце посмотрим на результат. Честно, мне мои зубы вообще не нравятся. Именно цвет мне нравится. Вот эта вот желтизна, которая есть. Может, я плохо мою зубы. Возможно, у меня щетка очень мягкая, вот из-за этого это происходит. Но мне очень часто в комментариях пишут, что Айка, что за зубы, что с зубами. Вот как вы видите, в ужасном состоянии зубы. Очень неприятно даже смотреть. Я специально фильтры делаю в Инстаграме, чтобы зубы были белые. Вместо того, чтобы пойти к стоматологу, я делаю фильтры. В общем, сейчас будем исправлять эту ситуацию. Так, от стоматолога я уже вышла. Сейчас направляюсь в магазин в Нью-Йорке. У нас с моим парнем будет год. Поэтому я хочу выбрать себе подарок. К сожалению, вот сейчас вы спросите, почему на Нью-Йорке, почему нельзя было выбрать хороший магазин. К сожалению, все молы пока что закрыты и купить негде. Поэтому я пойду в Нью-Йорке, но куплю там пару вещей, которые мне приглянутся. Зубы. Вот. Будем делать лечение зуб. Врач мне очень понравился. Видно, что грамотный специалист своего дела. Я вам внизу оставлю ссылочку, можете перейти. Дома еще подробно расскажу, что мы будем лечить, как, почем. Понравилась вот такая вот, но не знаю, будет ли он такое носить. Мне лично нравится. Есть еще серый. Еще присмотрела такую. Ну все, я в раздевалке. Сейчас будем лечить. Вот такие вот мне нравятся шорты. Немного полнят, так и ничего. Это мне не нравится. Полнит уже усы. Брать, не брать, я думала, мне маячка очень нравится. А шорты у меня большие в талии. Все, ребят, я накупилась в Нью-Йоркере себе и любимому. Дома вам все покажу. Я очень жестко уронила свою камеру прям в раздевалке на кафере. Я думала, после этого уже камера больше никогда не включится, но нет, включилась. Потому что прям сильный удар был. Ну не знаю, может быть, в дальнейшем теперь глючить будет. Потому что я знаю, у меня есть опыт камер Canon. Они очень капризные. Это прям ужас какой-то. Вот. Я двигаюсь домой и сейчас подробно вам все покажу и расскажу, что я купила, почем, где. Ну где понятно, в Нью-Йорке. Ну прям за копейки купила. Ну все, мои хорошие, я уже дома. Сегодня было очень удобно в том плане, что два видео, которые вышли, например, сегодня, я уже смонтировала и опубликовала вчера. Просто назначила время. Теперь я буду всегда так делать. Например, сегодня два этих видео я смонтирую, подготовлю. Например, на завтрашний день. И уже завтра буду ходить тебе спокойно, что у меня видео есть. А то всегда, знаете, как я просыпаюсь утром и сразу думаю, блин, я проснулась в 11. Точно быстро-быстро-быстро монтировать и выкладывать для вас контент. А так я, например, ходила по магазинам прям спокойно, с чистой совестью, пошла к стоматологу. Мы целый час там обсуждали, виниры и все дела. Вот. Ссылочку на стоматолога, я не знаю, я вам сказала или нет, я оставлю внизу. Вы можете перейти и по промокоду АйкаЭмили получить хорошую скидку. Как на гигиену полости рта, либо на другие любые процедуры. В общем, сейчас я вам покажу товары, которые я прикупила в Нью-Йоркере. Там были бешеные просто скидки, девочки. Все, что я купила, я купила в Нью-Йоркере, потому что вы 500 раз переспрашиваете. Поэтому я вам говорю, что все это куплено в Нью-Йоркере. У нас с моим любимым должен быть год отношений, поэтому я решила ему что-то купить в подарок, так скажем. Я изначально хотела купить что-то более дорогое, более такое, знаете, качественное, хорошее, брендовое. Но дело в том, что все молы, они закрыты, я просто не знала, где купить. Я решила, что не самая главная вещь, а самое главное внимание, которое я уделяю. Сейчас вам покажу. Итак, первая рубашка вот такая вот. Я взяла размер L, но не знаю, будет ли ему. Мне кажется, что как-то маловато. У него вот в области рук особенно, я, если честно, думаю, что, возможно, надо было брать L. Но просто до этого, когда мы с ним болтали, я чисто просто для непалевно так спросила, какой размер ты носишь, он сказал вроде как M. Но почему-то мне кажется, что эта красота будет ему маловато. Дальше я взяла рубашку уже с длинным рукавом. Это тоже опять M. Очень интересная такая расцветка. Правда, немножко камера искажает. Кажется светлее, то есть кажется, что это светло-серый. На самом деле это черный, просто в белую такую горошинку. Здесь уже длинный рукав, я надеюсь, что ему понравится. Так вот, самое главное, внимание девочки. И все, тут купила в Нью-Йоркере. Дальше, что касается меня, здесь прям больше всего. Я сейчас буду по одной мерить и показывать вам, говорить цены и все дела. В магазине не особо снимала, потому что там очень торопили, быстрее и быстрее люди ждут, коронавирус и все дела. Купила себе вот такие вот шорты. На скидке стоили они 7 монат. Мама как увидела эти шорты, мама сказала, они будут тебя полнить. Но, если честно, я не комплексую по этому поводу, то есть я не считаю себя толстой. Если даже они меня будут полнить, ничего в этом страшного нету, наоборот. Будут такие бедры, такая будет большая попа. Ничего страшного. Дальше купила вот такую вот маечку. Вы сейчас будете шокированы. Эта маечка стоит всего 3 моната. Вот скидка. Сначала стоила около 10, а сейчас 3. И я купила в двух расцветочках. В прошлый раз, когда покупала кофту в размере L, она была мне большая. Вот эта голубая, помните? Если вы смотрите мои шопинг-влоги, то вы, наверное, в курсе. В общем, купила вот такую. Это XS. Нет, даже не XS. Это даже меньше, чем XS. Сейчас глянем, глянем, глянем. Вот. XXS. То есть это меньше-меньшего. То есть кто понял, тот понял. А это просто XS. Вот эта сидит просто бомба. Но это тоже неплохо. Вот эта вот кофточка мне очень понравилась. Но, к сожалению, это был L размер. Она большая достаточно-таки. Но я решила все равно ее взять. Пусть даже как-то болтается на мне. Но цвет очень понравился. Следующая вещь, которую я даже не мерила. Просто взяла. Не знаю, как понравится, не понравится. Такая вот стоит 5 монат. Дальше. Дальше вот такая вот красота. Тоже 5 монат стоит. А в свое время стоило 15. Были другие цвета. Была такая черная. Но вы знаете, черной одежды у меня много. Поэтому взяла такой нежный оттенок. Вот это, кстати, маме вообще не понравилось. Еще стоматолог мне прописал такое лекарство для ополаскивания рта. Итак. Вот номер 1. Вот такая вот красота. Сидит, мне кажется, просто идеально. Ничего лишнего не видно. Она в то же время подчеркивает фигуру. Швы все ровные. Не знаю, мне очень нравится. Тем более за такую стоимость 3 моната. Где можно купить такую маечку за 3 моната? Ну подскажите мне. По мне просто вау. Следующее это то же самое, что и предыдущее. Просто на размер меньше. Это XXS. То есть на 2 раза меньше, чем S. Мне нравится. Это более откровенно выглядит. Здесь больше видно животик. Может даже надо было брать просто XS. Но в принципе так тоже неплохо. Очень классно подчеркивает фигуру. Посмотрите, как красиво. У меня такое ощущение, что я просто украла. Настолько дешево. Дальше у нас такая розовая кофточка. Это размер M. Она мне очень большая на самом деле. Даже вот лямочки. Здесь бюстгальтер видно. Настолько она мне большая. Не знаю, нафига я ее взяла. Просто цвет был обалденный. И моего размерчика, к сожалению, не было. Поэтому пришлось взять. В принципе, ничего так носить можно. Еще посоветуюсь с мамой. Возможно, просто верну или поменяю на что-то другое. Как-то я не в восторге, честно. Мне очень нравится подобно розовый цвет. Но размер явно не мой M. Я вообще ничего не покупаю. У меня всегда S или это XS? Да, не знаю даже, что делать. Девочки, пишите в комментариях, стоит ли возвращать или оставить все-таки. Следующий показ мод. Мама передумала после того, как я надела эту кофту. Или, как сказать, маечку, наверное. Да, то меня все ругают. Говорят, лайки. Что-ни-что, все кофта. В общем, вот так вот сидит на мне. Такая была еще черная. Я взяла коричневую. Но мама говорит, может быть, ты поменяешь на черную. Вот насчет розовой тоже, я думаю, не знаю, оставлять или все-таки поменять. Вот это очень клево будет смотреться, мне кажется, с этими шортами. Будет сочетаться. Дополнять. Сейчас примерю и покажу. Я довольна. Мама говорит, что очень сильно полнит. Ну, я соглашусь, наверное, с мамой. Но почему? Это плохо, я не понимаю. Я буду какая-то, какая мама. Вот так. Особенно, мне кажется, с этой вот. Очень классно сочетается. Согласись. Что ты молчишь, согласись. Согласись, мам, круто. Давай, это тоже, понимаешь? Особенно сзади. Смотрите, здесь как круто. Вы видели когда-нибудь такое, а? Видели? Скажите честно. Счастливая я. Короче, ребятки, кое-что. Мы пришли к выводу, что нужно будет поменять. Например, эту розовую. Она очень свободна на мне. И даже сзади виден бюстгальтер. Мне это не нравится. Поэтому завтра мы поедем в Нью-Йоркер. И ее пюшнем, либо поменяем на что-то другое вместе с мамой. Я маме показала то, что я купила для парня. Ей очень понравилось. И она даже думает купить такие рубашки для папы, например. Я думаю, что ему понравится. Особенно фиолетовая, которая вот с коротким рукавом. Очень понравилась мамочке. Поэтому мы, наверное, завтра тоже поедем туда. Скорее всего, влог уже завтра я снимать не буду. А там поснимаю именно для вас истории. Так что в Инстаграме ждите обязательно. Вот. А еще я купила вот такую вот красную. Но она очень-очень откровенная. Поэтому. Ой, ребяточки, у меня уже такой усталый вид. Я просто замучилась. Я сижу, эти рубашки просто измеряю. Сначала слева направо, потом справа на лево. Потом измеряю свою грудь. У меня 95. Я вроде думаю 100. Там получается 110 сантиметров. То есть вроде бы ему должно подойти. Но почему-то я смотрю на рубашку. Мне кажется, она маленькая. Проблема в том, что у него как раз-таки груди большие. Вот в грудях ему может быть это мало. А я напрямую спросить у него не могу. Получается, я сейчас отрежу эти ценники и подарю ему. А ему, например, будет мала. Но есть такой вариант. У него есть брат-близнец. Можно отдать и ему. Но, понимаете, он тоже такого же размера, как и мой. То есть они одинаковые. Вот. И поэтому, если ему не подойдет, я даже не знаю, куда он это денет. Потому что без этих этикеток, естественно, вернуть, поменять не получится, к сожалению. И, да. Еще, кстати, я купила себе бижутерию. Очень интересную. Сейчас вам покажу ее. Забыла вам показать вообще. Сейчас я вам покажу, что же я такого интересненького заказала. Помните, я вам говорила, что я хотела большие сережки. Сережки необычные какие-то. Можно даже дизайнерские. Так вот. Вот, что я заказала. И вот, что мне положили в подарок. Добрый день, иди сюда. Вот такая вот красивая шкатулка. Немножко шумно у меня в комнате. Это просто у меня открыт балкон. Смотрите, как красиво, как нежно. Вот такая вот маленькая шкатулка. Прям вау. И это... Что это? Это сережки. От фирмы Парла. Если я правильно произношу. Вот так вот эти сережки смотрятся. Очень интересные, по мне, необычные такие. Здесь сзади золото. Вот такая вот застежечка интересная. На мукбанке сделаю красные губы. Надену что-то красное. И будет бомба. Кстати, вот ссылочку я вам оставлю внизу. Если вы тоже хотите такие сережки. Вообще, там выбор большой. Вы можете перейти и заказать себе тоже. По мне, очень красиво. И необычно, самое главное.